Сегодня здесь все как должно быть. В зале убрано, персонал готов встретить гостей. На стенах еще остаются новогодние украшения. О том, что в ночь с пятницы на субботу здесь случилась трагедия, уже ничто не напоминает. Все произошло здесь, на первом этаже. По версии следствия и по словам очевидцев, отдыхали две компании. Одна там, за столом, другая здесь, за закрытыми дверьми. Двое мужчин подошли сюда сделать замечание курящей компании, которая в свою очередь очень агрессивно отреагировала на просьбу прекратить курить. Мгновенно завязалась драка. В результате весь первый этаж заведения был разрушен. Мужчина от полученных травм скончался. Его брат сейчас находится в больнице. Кафе на московском шоссе работает уже 8 лет. Его владелец рассказывает, такого здесь никогда не случалось. По его словам, в целях безопасности пьяных и тех, кто хотя бы однажды отличился в заведение, не пускают. Курить в кафе запрещено всем, и здесь нет исключений. В тот день Ливон Агаджанян приезжал в заведение проверить, все ли в порядке. Как раз вот сидели четверо здесь, два парня и два. Один из них пониже его роста. Он здесь часто отдыхал. Нормальный парень, так сказать. Ну, постоянный гость, скажем так. Нормально, никаких там проблем от него не было. Ну, конечно, они выпили, танцевали, все. Вот парень, который встает и идет туда, идет туда, он высовывается туда, в кабину. И что-то говорит, там им, ну, рассказывали мне так, грубо, в очень грубом форме, там, что-то туда-сюда. Ну, и началось там. И по видео, потом мы уже посмотрели, это произошло очень, и все тут же, мгновенно пошли, там, и бутылки, и там, посуда, и табуретки. Как все происходило, зафиксировали камеры видеонаблюдений. Сейчас данные с них изучают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». На данный момент следствие располагает данными о причастности одного из мужчин к совершению преступления. Он объявлен в розыск, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства. Личность подозреваемого установлена, материалы в отношении других лиц по факту причинения телесных повреждений выделены в отдельное производство и по последствии направлены в органы полиции. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Артем Сулайманов, События.